Уже разобрали три доказательства. Фактически это было одно и то же доказательство Хитброуна, Цагира, Майор, только рассказыванное в разных значениях. У меня это было нарисовано, у них было выписано формулами. Так вот, оказывается, есть еще одно доказательство, основанное на идее инволюции. Его в 2016 году придумал Дэвид Кристофер. Давайте я его расскажу на примере P равно 5. Ну, а потом, в общем случае. Смотрите, у нас есть... Такое соответствие. И единственная картинка, которая выдерживает осевую симметрию. Значит, картинок нечетное количество. Ну, там же чуть-чуть 5 штук. А теперь... Да, вообще, о чем разговор? Мы рассматриваем системы из прямоугольников. Причем требуется, чтобы они были обязательно разной высоты. И прямоугольник, у которого большая высота, был бы нарисован слева. И впритык к нему прямоугольник меньшей высоты. То есть, в данном случае, давайте я одну примеру из штрихов. Вот это один и ноль камер второй. Вот здесь за штриховым вот такой, и второй такой. Здесь вот такой, и такой. И когда у нас есть любые два таких прямоугольника, да, требуется, чтобы в сумме клеток было бы B штук, где B простое число, причем дающее остаток 1 при делении на 4. Он вовсе не вредит квадрат, может быть квадрат, может быть не квадрат, как угодно. Вот, и другой какой-то прямоугольник, повторяю, требуется, чтобы высота была разной. То, когда мы делаем симметрию относительно левого нижнего угла, левого прямоугольника, ну, прямоугольник, ходящий от 45 градусов, горизонтально, то, разумеется, мы получаем опять два прямоугольника. Единственное, что, вот если раньше у нас этот был заштрихован, а этот был с ноликами помечен, то после того, как мы это сделаем, заштрихованным станет вот такой, а нолик и такой. И надо будет отрисовать вот этот ноль стоятель. Так вот, таких систем прямоугольников нечердное число из-за того, что выдерживает осимую симметрию, ну, собственно, здесь есть такая особая точка, да, где угол 90 градусов, точнее, на самом деле, 270 градусов, в принципе. Вот, если бы она лежала не на диагонали, и картинка была бы симметричная, то, конечно, ничего бы у нас не получалось. Вот, а число простое. Поэтому не может быть так, что здесь вот какая-то отличная отъединица высота, потому что ровно такая же была вот здесь и здесь, и число делилось бы на число простое. Значит, нечетное число картинок. Так, ну и что? Какое-то имеет отношение к сумме двух квадратов. А вот как бы. Мы можем каждый из прямоугольников отразить относительно его... То есть здесь мы целиком картинку отражали, а мы можем делать так, развести их на некоторое расстояние, один отразить, и другой отразить. Давайте я сейчас покажу, что в таком случае произойдет с нашими вот этими пятью картинками. Очень просто. В первом случае получится три горизонтальные клетки и две вертикальные, и это у нас положено рисовать вот так. из картинки B у нас получится довольно интересная штука. Неправильная картинка. То есть, посмотрите, где у нас встали три клетки легли, две другие тоже легли, а это по нашим правилам запрещено. Это запрещенная картинка, пункт B. Ну ничего. Теперь пункт V. Квадрат в весе метро я перешел сам в себя, клеточка туже, поэтому пункт V превратился сам в себя. Хорошо. Пункт G. Опять четыре клетки лежат, и одна клеточка, одна клеточка, вот опять получилась картинка неправильная. Хорошо. И пункт D. Две клетки, которые стояли, теперь будут в горизонтальном положении, замечательно. А три, что были в горизонтальном положении, окажутся вертикальными. Это по нашим правилам положено рисовать вот так. Вот он будет. Д. Замечательно. Ну, смотрим, смотрим, что произошло. на самом деле мы можем сказать в общий случай, сколько будет таких неправильных картинок. Ведь из чего получается неправильная картинка? Из двух прямоугольников, у которых основание единица, а высоты разные. Одно больше, другое меньше. Замечательно. И вот они вместе дают полоску, когда симметрию сделаем, длины 4n плюс 1. Замечательно. Как число 4n плюс 1 можно разбить на слогаемые? Понятно, как? 1 плюс 4n, 2 плюс 4n минус 1, и так далее, и так далее. 2n плюс 2n плюс 1. Четное число вариантов. Вот здесь у нас было два варианта. Четное число вариантов. Оказывается, что это и есть теорема Ферма-Эйлера. О предоставимости простого числа, дающего остаток 1 при делении на 4 в виде суммы двух квадратов. Смотрите. Всему картинок нечетное число из-за инволюции. Вот это симметрия инволюции. При этом она все картинки разбивает на пары. И есть единственная картинка, в общем случае, это вот что такое. Одна клетка, вверх 2n клеток, и вправо 2n клеток. Вот такой прямой тоник. Размером 1 на 2n плюс 1, а здесь размером 2n на 1. Нолик. Это понятно. нечетное число картинок. После этого мы делаем, смотрите, что операцию. Уже она не инволюция, она более хитрая. Когда каждый прямоугольник отражаем относительно его прямой. У каждого прямоугольника берем левый нижний угол, проработан под 45 градусов, прямую и применяем симметрию. Так вот, 2n картинок превратятся в неправильные. Вот замечательно. Но их четное количество. А остальные разобьются на пары. Картинка и то, что из нее получилось. Но можно ведь и назад сделать. С неправильными мы ничего не будем делать, а когда из двух прямоугольников получились два прямоугольника, то точно так нужно сделать назад. А картинок нечетное число. Значит, на пары разбить нельзя. А что тут разбить на параметры нельзя? Значит, есть такая картинка, которая при симметрии переходит сама в себя. Еще, заметьте, просто прямоугольники, что-то с местами не могут меняться, потому что число П и четное, и значит, один из этих прямоугольников больше площади, чем другой. При симметрии площадь прямоугольника не меняется, поэтому большой прямоугольник, он так и останется, большим по площади, а маленький так и останется маленьким по площади. И, значит, если картинка перешла при симметрии в себя, то фактически это означает, что и большой, и маленький были квадраты. Все. вот, заметьте, здесь геометрически, пожалуй, это выглядит менее красиво, потому что здесь есть инволюция и еще другое отображение. Но с другой стороны тоже очень симпатичное доказательство, абсолютно геометрическое, всего лишь используем осевые симметрии, очень-таки совершенно естественные симметрии. Продолжение следует...